Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Сегодня я прям генератор идей, снимаю уже третье видео подряд, у меня тут целый список тех тем, которые хотел бы осветить. И чтобы их не смешить в одну кучу, поэтому по каждому поводу снимаем отдельный видеоблог и соответственно освещаю тот или иной вопрос. Тема конкретно этого видео рост на говно, не побоюсь этого слова. Живу в Америке, но привет с любимой родиной все-таки пришел. Пока я здесь живу, на моем любимом автомобильчике ездит друг, я ему оформил доверенность и надо же такому случиться, что какой-то чайник в него въехал. Ну, я первое, что сделал, поехал, оформил генеральную доверенность, как это полагается, я уже про это рассказывал, через опоставил, ездил к секретарю штата, все оформил, все сделал прямо по всей юридической науке. Что же вы думаете? Мой друг, который получил эту почту, кстати, очень повезло, отправлял это через USPS, он же EMS, пришло достаточно быстро, хотя застраховал на максимальную сумму вот эти документы, чтобы их, не дай бог, не потеряли. Значит, как только эта бумажка приехала в Москву, юристы Роснов таки нашли способ к ней придраться, невзирая на то, что она была составлена в соответствии со всеми международными нормами. Росновские юристы таки докопались. Месяц, мой друг, потратил на то, чтобы эту бумагу таки дооформить, чтобы она выглядела в соответствии с пожеланиями юристов Росна. И что же вы думаете? После этого, значит, к нему пришла бумага, информирующая о страховом возмещении. Как вы думаете, за въезд в задницу и разбитый бампер у иномарки? Сколько юристы Росна захотели возместить ущерба? Я вам скажу. Шестьсот двадцать рублей двадцать копеек. Двадцать, блин, копеек, сука! Да. А теперь скажите, можно ли же с шестьсот двадцать рублей отремонтировать бампер у иномарки, покрасить, плюс там еще проблемы с крышкой багажника, она стала плохо закрываться, стал барахлить этот вот притяжной замок. Я не настолько хорошо разбираюсь вот в этих вот автомобильных гайках, которые там стоят. То есть я знаю, где этот блок находится, как его снять и как его на место поставить, но как он по науке называется, я не знаю. Вот как вы думаете, сколько это стоит? Значит, в связи с этим, раз в Росна сидят такие жлобы. Я вам расскажу, как бороться с таким вот жлобьем. У меня, пока я живу в Москве, было три случая, значит, ДТП, когда я страдал от того, чтобы меня въезжали. Вот. И, слава Богу, опыт накопился богатейший. Рассказывают порядку, что вы должны сделать. Когда в вас въехал какой-то чайник, вы достаете фотоаппарат, телефон, все что угодно и снимаете машину со всех ракурсов, с которых только можно снять. Более того, снимаете видео по этому поводу. Сняли видео. Подошли, увидели на улице бабушку, дедушку, там 3-4 человека. Записали их координаты. Замечательно. Если есть возможность вызвать друга, подтягивайте друга, чтобы он тоже на месте засветился. В качестве понятого был вписан в протокол. Значит, приехал гаишник, машину вы не сдвигаете. Дожидайтесь обязательно приезда гаишной машины. Все эти разговоры о том, что, значит, приедет страховой комиссар, ля-ля-ля, 3 рубля. Это разговор в пользу бедной. Значит, дожидаетесь приезда гаишника. Составляете протокол со схемой. Четко указываете ваши все повреждения. Переписывайте все, что тут визуально есть. Там, царапина на бампере. Есть, подписывайте, там. Треснула, там, поворотник. Подписывайте. Еще какая-то хренатень. Еще что-то. Значит, если мент встает в позу и не хочет это делать, тыкаете его носом и говорите, блин, надо подписывать. Значит, вот этот ваш протокол я подписывать не буду. Если вдруг какие-то вещи, которые вас не устраивают, прямо вместо своей росписти пишите. То-то, то-то, то-то. Не было записано, с протоколом не согласен и так далее. Подробно все. Плевать, что он там будет слюной сходить, там. Это его уже проблемы. Вот вы все, что вы захотели тогда подразить, указали четко в этом протоколе. Подписались там и все. Нравится это милиция, не нравится. Это, блин, их, блин, проблемы. У вас должен быть протокол, где написаны все эти повреждения. Дальше. Что вы делаете? Вот когда у вас такая бумага есть, не задерживаясь, прямо в тот же день обзваниваете всех своих знакомых, если у вас нету. Находите компанию, которая делает авторизованную экспертную оценку. Значит, нет у вас такого телефона. Звоните в официальный сервисный центр, если у вас саномарка, той машины, где, соответственно, вот, если у вас Lexus, звоните в центр Lexus. Если у вас Toyota, звоните в Toyota. Понимаете, о чем я речь, да? То есть, едете в авторизованный сервисный центр и прямо, значит, договаривайтесь, когда у вас будет сделан осмотр. Дальше. Идете на почту и посылаете в страховую телеграмму. Телеграмму о том, что в такой-то, такой-то день состоится осмотр. Там же, блин, на почте с этой телеграммы делаете копию, заверяете ее на почте и, значит, копию оставляя себе, чек вот этот, который вы телеграмму оплатили, прицепляете степлером, чтобы четко стояло, что вы телеграмму отправили и вот копия текста этой телеграммы. А телеграмма с уведомлением о вручении поехала к страховой компании, которая вот обслуживает того лоха, который в вас ехал. Все. В день, значит, экспертизы, должен приехать представитель страховщика. Приехал он, не приехал, вас это не колышет. Вот, грубо говоря, вот ровно в 11 часов должен состоять осмотр вашей машины, значит, осмотр состоится, даже если будет третья мировая война, пофигу. Если страховщик не пришел, это, блин, проблемы страховщика. Все, не ваша проблема. Дальше. Машину осмотрели, после чего составляется папочка в стиле Остапа Бендера с тесемочками, где ваша машина перефотографирует. В соответствии с вот этим вот фирменным прескурантом того или иного дилерского центра, вписываются все гайки, даже шильдик сзади. Все, полностью, все, что необходимо для того, чтобы вашу машину от и до привести в нормальное состояние, туда это, блин, вписывается. Получается вот такой толщинный документ. Он заверяется. Та компания, которая вам делала экспертную оценку, предлагает копии своих, соответственно, сертификатов или лицензий, что там у них есть. Тоже, соответственно, все это прикрепляете. Дальше. Снимаете с этого, со всего ксерокс. Ксерокс сняли. И с этими двумя оригиналными документами, если, кстати, вам есть возможность, пусть вам фирма, которая делает эту оценку, постарается сразу в двух экземплярах это сделать. Если это проблематично, то идете вторым путем, как я уже говорю. Делаете копию, идете к нотариусу и заверяете. У вас есть два абсолютно одинаковых документа. Оригинал и заверенная копия. Все. Дальше с этой заверенной копией. Вы едете в страховую компанию и за подписью с регистрацией в журнале вручаете ее сотруднику, который должен ее принять. Если за подпись этот человек принимать не хочет, значит, сразу звоните, там, что сейчас, 0-2, поменяли, по-моему, на 9-1-1. Короче, вызываете ментов, прямо сразу наряд, и требуете составить акт об административном нарушении, и в протоколе указываете, что фирма-страховщик отказывается вас принять эти документы. Значит, если вы едете по доверенности, по генеральной, и если вдруг страховая компания, опять же, начинает вас динамить с этой доверенностью, то же самое, значит, пришли туда в офис, просите дать письменный отказ и указать основание, на основании чего вам отказываются эту доверенность принять. Если вам письменный отказ, отказываются написать, опять же, звоните в ментовку, вызываете наряд и составляете протокол об административном нарушении, где в протоколе указывается, что фирма такая-то отказывается письменным образом вам объяснить отказ о приеме доверенности. Все, у вас есть протокол, это уже готовые дела для подачи в суд, и уже это будут несколько другие денежки. Дальше. Значит, если страховая компания не согласна с вашей сметой и начинает мутить что-то по этому поводу, посылайте ее в жопу. Прямо не боюсь этого слова. Посылайте эту страховую компанию в жопу и ищите суд, который будет ваше дело рассматривать. Значит, чем дальше суд находится от МКАДа, тем больше вероятность усложнить жизнь страховщикам. То есть, если у вас сумма ущерба больше 10 тысяч долларов или больше 5 тысяч долларов, это уже стоит общинка выделки. Живете, к примеру, в Москве, ищите, каким образом он сделает временную регистрацию за пределами Москвы, к примеру, в городе Видный, например, куда можно в будний день передобраться только на вертолете. И, соответственно, имея регистрацию в городе Видный, идете в Видности городской суд и подаете все документы на страховую компанию Пупкин Инкорпорейтов на погашение вот этого самого ущерба. Если вам повезет и дело будет слушаться рано утром, то представителя страховой компании там, естественно, не будет. По той же простой причине, что подъехать в город Видный практически нереально, только на вертолете или истребителе с вертикальным взлетом. Или же нужно приехать где-то в 4 часа утра выехать и где-то в 6 утра, пока еще машин не так много, туда приехать. Потому что если вы поедете туда, к примеру, в 9 часов утра, то вы туда доберетесь к часу или к 2 часа дня. Сами знаете, какая сейчас транспортная ситуация в Москве и так далее. Если страховщик не явился или представитель страховой компании на суд, проблемы, естественно, вот этого самого персонажа, не ваши проблемы. Судье по барабану, суды сейчас перегружены, и суде, он уже настолько ему достал вся эта ситуация. Вы у него не то, что там сегодня сотые, вы у него там, не знаю, уже двухсотые, и он уже видеть вас не может родных, любимых и близких. Значит, показывайте все эти дела, пишите исковое заявление, как полагается, консультируйтесь у юриста, значит, как все это правильно. Если у вас будет грамотный юрист, вообще замечательно, если вы можете с юристом прийти, естественно, все накладные расходы за юриста заплатят страховая компания. И уже вчиняете, блин, по полной программе. То есть, вот это вот оценочка, моральный ущерб, я думаю, по минимуму 30 тысяч рублей, оплата юристом и т.д. и т.п. Значит, как бы у нас народ не боялся судов, что он решает не в ту или иную сторону, значит, поверьте, в этих вопросах суду по барабану. То есть, если надо платить, значит, заплатят. Вполне вероятно, что если страховщик подъедет, это будет тянуться, может быть, не одно судебное слушание, это будет два судебных слушания, может быть, три судебных слушания, хорошо, четыре судебных слушания. Но вы, блин, эти деньги выбьете. Еще один нюанс. Значит, если страховая компания после внесения судебного решения не хочет платить за вот это все, вы говорите, ребята, да не вопрос, вы можете ничего вообще не платить. Но в следующем году вы повторно подаете на эту страховую компанию в суд о том, что эта компания в течение года не выплатила вам деньги, а по российскому законодательству теперь эта сумма умножается на два. То есть, если компания была должна вам 5 тысяч долларов, она обязана выплатить 10. Если она должна была 10 тысяч долларов, она платит 20 тысяч долларов. Ну и, соответственно, дальше вы уже решение суда можете передавать, соответственно, в коллектор или судебным приставам для решения вопроса и взыскания с дружникам вот этих самых денег. Вот я вкратце как бы обрисовал ситуацию. Значит, если есть какие-то вопросы, задавайте, с удовольствием вам объясню, как разорить страховую российскую компанию, потому что я с ними сталкивался в три раза, уроды конченые, пробую негде ставить, жлобьем, хамы, одну компанию даже брал измором. То есть, они, не доходя до суда, все поняли, немножко осознали, с кем они имеют дело, начали меня динамить. Значит, сказали, что да, мы вам заплатим в соответствии с ОСАГО, там ущерб там будет порядка, там вам выплачено 120 тысяч рублей, но мы вам сейчас выплатить не можем, у нас по правилам компании это может тянуться два месяца, а может 300, вопросов нет. На следующий день я позвонил утром тому товарищу менеджеру, который ввел мой девайс, сказал, здравствуйте, представлялся. Помните мое дело? Помним. Значит, у меня сейчас уйма свободного времени, давайте мы с вами сделаем вот что. Значит, вы мне говорите два месяца, замечательно, мы будем с вами играть сейчас в замечательную, интересную игру. Значит, сегодня позвоним один раз. Вы мне то же самое сказали, что и вчера. Значит, завтра я звоню вам и вашему начальнику. Я, кстати, узнал телефон начальника, отдела пока. Значит, если у нас с вами завтра ничего не сложится, значит, на следующий день я уже узнаю телефон не то, что вашего начальника отдела, а начальника над ним. И будем действовать так. Утром я звоню вам, потом вашему начальнику, потом начальникам над начальником. День третий. Если у нас на третий день с вами тоже ничего не решился, утром я звоню вам, потом звоню вашему начальнику непосредственному, потом начальникам над начальником, и потом я буду надоедать секретарю, чтобы он соединил меня с управляющим вашего офиса. Если у меня с ним коннект не получается Я опять звоню вам, потом звоню вашему начальнику Потом начальнику над начальником Потом пытаюсь еще раз позвонить И значит если у нас опять не получается У нас четвертый день, значит вам я буду звонить уже Три раза, вашему начальнику три раза Начальнику над начальником три раза И буду дозваниваться вот непосредственно Вот до этого самого главного лица И каждый день это будет плюс один раз Время у меня до хрена Значит я могу с телефона вообще не слезать И могу назвать вам вообще прям до упора На второй день человек понял, что это взламывание мозга консервным ножом И буквально на второй день сказал, пожалуйста, приезжайте к нам, дорогой был наш любимый В конце недели, в пятницу дал точный адрес И мы всё-всё-всё-всё-всё с вами оформим Не скажите номер вашей карточки, мы вам все деньги перечислим Только ради бога прекратите вот это Всё, понимаете, чётко, ясно и конкретно Всё, вот так надо действовать, но никак по-другому Удачи и хорошего дня Спасибо